добрый день уважаемые подписчики сегодня у нас автомобиль mazda 6 легла коробка у нас на этом автомобиле снимем посмотрим убедимся ремонтировать мы не будем мы ее заменим сейчас я вам покажу какие она издает звуки вот включая скорость и отпускаю сцепление притом неважно как пробег у машины 209 тысяч легла в одночасье ничего не предвещало беды просто человек тронулся переключился на вторую передачу хлопок и вот такой скрежет пошел как я подозреваю главная пара привод видать срезу разбираем поднимаем смотрим снимаем аккумулятор снимаем корпус воздушного фильтра снимаем площадку под аккумулятор освобождаем место чтобы нам можно было подобраться коробки снять ее крепление подушку а и 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 Площадка оторвана. Она не оторвана, а отгнила крепление, электролитом съела. Вот это дела. Добавляйте. 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 Я их высверлю и сделаю шпильки на резьбе. Просто закреплю гайками. И будет стоять. Ладно. Поднимаем. Поднимать не будем. Скидываем кулису. Скидываем сверху, что можно открутить. Ослабляем подушку. А потом уже поднимаем. Крутил, вертел, вертел, крутил. С кулисы вот этот трос. Он просто сдергивается. Я уже здесь этот пытался вертеть, крутить. Никак он не снимается. Сзади кронштейн. Открутил два болта в два отверстия. Видно? Головочка на 12. И вот эти два крепления шара получается. Я их снял с двух сторон отверткой. На излом соскочил и один, и второй. Поэтому других вариантов их снять я не нашел. Продолжаем дальше. Откручиваем кронштейн крепления проводки в коробке. Откручиваем проводку, которая крепится на проводке. То есть на коробке откручиваем кронштейн шланга на сцепление. Рабочий цилиндр мы снизу открутим. Все, что можно здесь сейчас открутить, в принципе, можно откручивать. Подлазить удобно. Место свободного в море. Продолжаем. Открутил вот этот кронштейн двумя балтиками на М6 крепится. Открутил сверху два болта. Головка на 14. Потом открутил вот этот вот болт. Головка тоже на 14. Открутил кронштейн шланга. Трубки на рабочий. Сзади снял проводку. Вот этот узел. Здесь массу открутил. Открутил одну гайку и эти два крепления ослабил. Ослабил крепление подушки. Ну, вроде бы сверху основное все сделал. Теперь можно поднимать автомобиль и откручивать снизу. Снимать защиту и откручивать снизу. Поднимаем. Поднял машину. Откручиваем рабочий цилиндр сцепления. Крепится он двумя болтами. Головка на 12. Вот его открутили. Все, он отошел. Теперь хочу слить масло. Посмотреть, что же там из себя оно переставляет. Здесь головка на 23, на 24 я сорвал ее. Масло чистое. Масло чистое. Масло слили. Масло чистое. Как раз говорит о том, что набить ничего не набило. Поломка произошла сиюминутно, моментально. Ладно, откручиваем все болты, которые крепят у нас здесь коробку. Здесь вот под рабочим у нас. Откручиваем подушку, вот эту заднюю гитарку, кронштейн откручиваем. Также откручиваем мы привода с обоих сторон. Для этого фиксируем его отверткой через цилиндр и головкой, воротком. Головка здесь на 32. Откручиваем. И так же с другой стороны. Потом откручиваем промежуточный вал. Кстати, у нас он тоже развалился. Сейчас только заметил это. Шевелил его. Сейчас покажу. Вот он, подшипник. Пришел у него в негодность полную. Разбираем. Вытащил я привод. Вот здесь открутил длинным воротком два болта на 14. Открутил два болта и вытащил целиком привод отсюда. Вот оно, это крепление, которое крепит его. Вот видите, подшипник развалился. И все, вот сюда мы вытащили. Сейчас опустим рычаг и вытащим привод целиком. Продолжаем. Также вытащил здесь привод. Ступицу отвел в сборе, в сторону целиком собранную. Теперь мы берем снизу, вот так вот подбираемся до привода. Берем монтажку и монтажкой просто хлестким таким рывком выдергиваем привод. Он там на стопоре сидит. Вот так вот. Все, привода мы сняли оба. Сейчас покажу вам, как тут подшипник развалился. Сейчас вот так вот. Всё. Вот так вот. Как тут подшипник. Значит. Так вот. Вот так вот это. Подкручиваем подушку заднюю, здесь вот эти два крепления в коробку вкручиваются, я их откручиваю головкой на 19 и подушка головкой на 17. В принципе пусть она так и висит, она нам не мешает. Открутил все болты по периметру, один здесь вот еще на 14 держит, его откручиваем и отвязываем вверху подушку. Снял коробку, крутил вертел, снял таким образом, поднял, то есть опустил редуктор вниз, потом зад коробки поднял вверх, он туда ближе к этому блоку ЭБУ, вот так вот наклонил двигатель, но перед этим я открутил сцепление, снял корзину, снял диск и коробка таким образом вышла вниз. Пришлось помучиться, но снял, снял один, а оставить буду, попрошу соседа, вот такие вот дела. Но самое забавное, знаете что, снял коробку и стал проверять, что же такое, что случилось. Коробка крутится, масло чистое, все работает. Выжимной, правда, умер, вот так вот, но и умерло, умер привод, оказывается, вот этот, что набитый, сейчас покажу. Подшипник я показывал, да? А оказывается, еще делал такое. Здесь шлицевая, сейчас ее собью, она просто умерла. Все в коррозии, и вот привод, просто срезал весь. Вот такие вот дела. Думали, что коробка умерла, и передом произошло моментально, просто бам. Ладно, ищем привод. Устанавливаем новый подшипник. Подшипник написано Exidy, но это не Exidy, это такое. Ага, номер покоя, номер покоя, покоя, BRG-708. По Exidy, а это по Exidy BRG-708. Что они тут понаклеили? Нормально. Родную маркировку заклеили. Это, наверное, вот этот, CBU-543625J. Диск сцепления. Диск сцепления Exidy. МЗД-007-US. Выжимной я уже воткнул в коробку, коробку на место повесил. Так. Ух ты, какой красавец. И корзина, корзина оригинальная. LF-07-16-410. Вот она, корзина. LF-07-16-410. На корзине тоже оригинальный номер. Вот старый диск сцепления, какой был. Он еще не буксовал, но пришел уже к своему финалу. Уже стерто. Корзина, в принципе, корзина не мертвая. Только набита от выжимного подшипника маленько. При всем приветом прошло 210 тысяч. Там 209-700. Сцепление не менялось. Машина под хвост получает постоянный. Стиль вождения у человека такой, ну, быстрый, агрессивный. Ладно, устанавливаем сцепление. Установил я сцепление. Хотел показать, как это можно сделать, не снимая коробки. Она подвигается вот таким образом. На гидроупоре у меня стоит двигатель. А коробку я просто упер в профиль. Труба 20 на 40 по длине. Отвел ее назад и упер. Удобно подлазить. Удобно заменить выжимной подшипник. Вон, новый стоит. Также удобно поменять сцепление. Тоже сцепление. Кто-то спросит, а как его центровать? Ведь неудобно направляющую вставить. Перед тем, как устанавливать, ложите диск сцепления на корзину и смотрите, какой зазор по бокам. Вот здесь видно, я когда положил, где-то по миллиметру с каждой стороны. Установил там, установил здесь, один болтик поджал и выбрал эти зазоры. Все. Оно получается центрованное уже. Провернул, его посмотрел, болты поджал. Нормально. Сейчас убираю профиль и первичный вал заталкиваю в коробку и наживляю ее. Делаем. Ну все. Повесил коробку, наживил подушку верхнюю. А сейчас вот начал наживлять нижнюю подушку. Затягиваем ее. Как вы здесь помните, два болта здесь, головки на 19. И здесь я ослаблял, здесь на 17. Здесь сверху кронштейн поставил. Болт на 17 затянул. И вот эти три болта там, три гайки тоже на 17. Оцентровал. Все. Коробку стянул. Вверху еще болты не ставил. Вот, кстати, видно, болта еще нету сверху. Сейчас снизу соберу. А завтра будем искать новый привод. И завтра уже соберем автомобиль. на сегодня затянем подушку и поставим цилиндр. Рабочий цилиндр сцепления. Я вот его наверху беру. Вот он. Все. Затянем его. И все. Будем продолжать дальше. Вставляем левый привод. Для этого мы протираем шлицевую, которая идет в коробку и смазываем шлицевую, которая идет в ступицу. в ступицу. Это не все. Ваш, как раз, Возьмем шлицевую, И, и, сниждers, и, 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 все получается привод вставили на место теперь наживляем гайку привода и наживляем гайки на шаровую опору я все смазываю маленько все резьбы мажем для чего потом разбирать удобно все откручивается легко ну все левую сторону мы собрали берем затягиваем и опускаем автомобиль правую сторону мы пока не собираем потому что привода еще нет найти мы был не смогли отдали на реставрацию сказали там восстановят с гарантией привезу привод сниму покажу опустил автомобиль ставим на место кулису защелкиваем ее и прикручиваем сейчас пока покажу здесь получается сама подвижная часть она идет как бы подпружиненная внутри тогда ее снимать если пинцетом получится подлезть вот здесь по краям ее отжать вот она то тогда удобнее будет снять а так я с двух сторон отвертки так поставил и отжал и одну и вторую сторону на место ставится просто защелкивается вот все стоит на месте подключаем проводку и прикручиваем все крепления которые у нас наживлены продолжаем закрутил сверху все крепления осталось поставить кожух воздушного корпус воздушного фильтра и площадку аккумулятора с аккумулятором закрепить когда я снимал здесь вот еще по одной старой шпильке видно вот у нас съеденная коррозии первый аккумулятор у человека когда закипел он теп и он здесь все сожрал в том числе он сожрал шпильки на подушке вот эта шпилька она вкручена в подушку я уже не стал ее ломать оставил ее на месте а вот задние две шпильки снизу подставил кувалдочку и сверху я их выбил обе вниз здесь отверстия появились вставил болты затянул сверху гайки и и теперь можно уже поставить площадку получается сейчас только померю чтобы болты не торчали высоко чтобы не пробить аккумулятор и здесь уже гайками через шайбу прикручиваем площадку вот таким образом вышел из положение крепим ну все как видно площадку я закрепил аккумулятор теперь болтаться не будет устанавливаем корпус воздушного фильтра шпильках на резиновых уплотнениях заводим сюда шланг один заводим шланг второй и устанавливаем гофру также подключаем разъем крепим сзади проводку и затягиваем хомуты ну вот привез вал перебрали его переделали сам вал заменили это вал от автомата чем они отличаются на автомат идет с насечкой вот этой на механике родной он дуб поэтому вал переставили вот эту обойму тоже поставили родную подшипник новый и сальники заменили поставили другие давно что эта граната родная осталась внутри ее наварили и прорубили шлицы новые гарантию дали год сказали за год если ничего не произойдет дальше уже не произойдет собираем вставляем привод привод проходит через вилку на стойке вытаскивали и крепится вот на этот кронштейн двумя болтами сверху и снизу заводим ставим крепим и дальше уже собираем на ступице завел затянул оба болта здесь составили пыльник затянут кронштейн тоже все затянуто теперь мы вставляем протираем мажем гранату вставляем ступицу и зажимаем вот эти три болта все собрал заливаем масло и устанавливаем защиту но сливная пробка вы видели вот она маслом и сливали заливная пробка вот она она же является и уровневой пробкой здесь где-то около 3 литров где-то 2.89 что ли у нас 3 940 граммовых канистр заливать масло будем вот такое и неос 75 в 90 жел 5 это синтетика так оно по маркировке идет если в экзисте заказать или где-то на других oil 1366 это маркировка по и неосу заливаем я здесь самотеком через воронку залью сейчас сверху шланг спущу вот таким образом через этот шланг сверху все масло залили побежала она через пробочку закручиваем сейчас пробку и протираем все оставим защиту и пробуй ну вот опустили все нормально поехала здорово работает менять коровку не нужно все дело было при воде оказывается у мазды это болезнь болезнь у них рвет эту шлицевую как раз на правом приводе если кто-то так же сплотнется смотрите сразу там ладно всего вам доброго а а